Региональный оператор по капитальному ремонту, из-за тронпотекового по капитальному ремонту. Ситуация возникла следующим образом. Я считаю, что, ну, скажем, неправильно. Многие жилые дома, они малоквартирные. А малоквартирные жилые дома, это где-то 16-8 квартир, где-то 2-4 квартир и так далее. Они старые постройки совершенно, где требуют ремонта коммуникации, крыши и так далее. Региональный оператор, соответственно, законодатель, в следующий день начали эти жилые дома в связи с тем, что не экономически, не сообразных ремонтировок, когда они ремонт, хотя они платили по 10 лет уже, выкидывают из программы. Потому что установлена стоимость региона, соответственно, там 6 рублей с чем-то. А требуется для того, чтобы экономически было целесообразно ремонтировать крышу, там, ну, мало говорили, было дома, требуется, например, собирать по 12-15 рублей и так далее, квадратный метр. То есть можно представить себе ту сумму, которую они должны платить. Мысль такая, нельзя ли сделать, уравнять, то есть если регион утвердил там 6 рублей 30 копеек, то она должна быть для всех. А вот разница должна быть субсидией для тех жилых домов, и тогда все будут в равных условиях. Я понимаю, что собственность каждого разная, но раз программа государства утвердила в катальном ремонте, тогда, ну, наверное, было бы правильно, правильно уравнять все население. А не платить в тех домах, еще и больше, и жилцы-то живут более, ну, пенсионного возраста, ну, не способны. И приходят, и таких живых домов, ну, по области, в городе очень много. Значит, Николай Анатольевич, я вот знаете, что предлагаю, да? Ну, потому что вопрос действительно, и он уже звучал, так, и я, уж извините, сразу не смогу ответить на этот вопрос, но мне кажется, вот тоже этот формат, который, я думаю, мы с вами на будущее тоже будем отрабатывать, мы этот вопрос с вами формулируем, и я пользуюсь своим положением, обращаюсь уже в федеральный орган, чтобы они высказали свою позицию по данному вопросу, да, а как здесь поступать, и что делать, какие мысли есть хотя бы на федеральном уровне, да, по урегулированию данного вопроса. И, во-вторых, мы можем подтолкнуть, опять же, да, разработчиков к этой проблеме, но мы ее должны четко прописать. Вот, например, если мы говорим про Кинишки, да, мы опишем, какое количество у нас, а сколько у нас квартира съемочек, да, ну, хотя бы хоть какая-то такая небольшая статистика, она была... Это все есть. Вот, и после этого вопрос задаем, и мы этот вопрос, соответственно, вот подумаем, кому адресовать, но, в всяком случае, ответ мы получим, и я ответ у вас уже. Ну, или, конечно, для продолжения данной темы, да, нужно усиливать и встретиться в строительстве, и выяснение программы аварийное жилье. Да. Чем это больше, тем лучше. Тогда, может, мы освободимся и от этих жилых домов. Спасибо.